Рэп по-казахски. Впервые в Караганде появилась группа, которая читает рэп на родном языке. Команда назвала себя Ушжуспро. Патриотизм, здоровый образ жизни, острые социальные проблемы, ну и, конечно, любовь. Вот о чем будут читать в своих текстах парни из этой команды. Парни из Ушжуспро сколотили группу буквально полтора года назад. Для объединения каждый сольно читал рэп и сочнял тексты для своих песен. Кроме того, все участники группы уже успели выпустить собственные альбомы. Но, по словам парней, на них многое не заработаешь, и потому они планируют давать собственный концерт. На Западе это все делается с помощью альбомов, дисков конкретно. У нас это немножечко по-другому развито, так как менталитет в стране другой. У нас больше приветствуются выступления и концерты вживую. И поэтому надо больше брать выступления, мы так думаем. Своё необычное название Ушжуспро парни объясняют тем, что каждый из них принадлежит одному из жузов. Также ребята считают, что они одни из первых карагандинцев, читающих рэп на родном языке. В приоритетах у группы привлечь как можно больше молодежи к этому искусству, а также развить в них чувство патриотизма. В нашем искусстве такое направление, больше, наверное, тянемся к патриотизму, пытаемся его развивать среди молодежи, так как мы считаем, что оно вообще не развито. Именно патриотизм не голимый нацизм, а именно патриотизм среди населения. У казахского рэпа есть будущее, говорят карагандинские исполнители. Фестивали, на которые съезжаются их единомышленники, тому подтверждение. Были бы деньги, и рэп-искусство на казахском можно было продвинуть и на международную сцену. Пока же артисты и планируют выступать на родной земле. Сейчас, конечно, планируем сделать хороший, грамотный концерт. Надеемся там увидеть много народу, хотим порадовать население. Сейчас просто готовится материал, все это делается, и конкретно вам не скажем, когда, где, пока мы столько в планах, но сделаем. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok